Школьницы из поселка Октябрьский стали лауреатами международного конкурса «Созвездие талантов». В творческом испытании ученицы представили коллекцию одежды, которую своими руками сотворила люберецкая супербабушка. Надежда Титюлина, бриллиант 53-й школы, преподает несколько важных направлений, которые помогают юным люберчанкам стать настоящими леди-хозяйками и рукодельницами. Раз, два, присели, не смотрим вниз. Раз, два, три, четыре, пять, присели. Порхай, как бабочка, жаль, как пчела. Эту крылатую фразу уместно применять не только на ринге, но и на подиуме. Театр мод под руководством Надежды Титюлиной уже 18 лет. Учит подрастающее поколение основам этикета, красивой походки, подачи и, главное, самоуверенности. Это настолько интересно, настолько весело и помогает жить действительно. Я стала ходить прямо, а раньше я горбилась, и мне это очень сильно помогло. Я боялась пройти нормально по школьным коридорам, а сейчас это хочется делать. Сама Надежда Ивановна по подиуму не ходила. Ее роль куда важнее. Она свой Вячеслав Зайцев 53-й школы. Люберчанка профессионально владеет сценическим мастерством. Театр мод – детище Надежды Титюлиной. Сама разработала и шила бесчисленное количество костюмов для школьного театра и создала 15 коллекций одежды. Кстати, это самое последнее. В мае 2020-го роскошные русские народные наряды воспитанницы кружка представят в Чебоксарах на галоконцерте международного конкурса «Созвездие талантов». Станьте, друг, станьте, друг, да, станьте, друг, пошли! Согласно, мы, слезай, слава, пойдут, чини! 20 лет я танцевала. Так, первое. Поэтому оттуда у меня все это идет. Я брала хорошее от людей и что-то вносила свое. Я не могу сказать, что я автор этой методики. Нет. Я просто смотрю со стороны. Хотелось чего-то большего. И начала именно немножко делать эскизы. Не очень яркие костюмы. А с каждым месяцем я свое мастерство увеличивала. И теперь у меня этот театр. Мы лауреаты многочисленных конкурсов. Региональные конкурсы мы победили всем. Исполнить мечту и раскрыть безграничный талант. Надежде Ивановне помогла педагогическая деятельность. Ведь здесь, по ее словам, можно по-настоящему творить. Еще одни помощники – швейная машинка и дизайнерское мышление. Как и все великие модельеры, Надежда Титюлина не может создавать обычную одежду. Каждое изделие – авторский почерк мастера. Помните, мы с вами с чего начинали? Первый цветок наш какой был? Ромашка. Из бутончиков делает цветочки Надежда Ивановна не только из юных леди. Но и в прямом смысле слова. Педагог владеет всеми видами рукоделия и не останавливается на достигнутом. Черпает вдохновение и новые техники в интернете. Свои навыки передает воспитанницам. Ее занятия давно вышли за рамки обычных уроков. Да и школы в целом. Оригинальные фартуки участниц конкурса «Люберецкая супербабушка» тоже делала рук Надежды Титюлиной. Своё творческое выступление в финале она также обеспечила авторскими костюмами. Вероятно, наряды с кжельской росписью, природное обаяние и безграничные таланты участницы сыграли немаловажную роль для членов жюри. Педагога из Октябрьского признали Люберецкой супербабушкой. Супербабушкой городского округа Люберцы признана Надежда Ивановна Титюлина. Не могу вздохнуть, честно говоря, это передать невозможно. Не слава и ради шла на конкурс Надежды Ивановны, а ради того, чтобы в очередной раз доказать самой себе, что способна на большее. Скромный преподаватель не любит повышенного к ней внимания, однако приставку «Супер» эта женщина заслужила. Кулинарные шедевры – еще одно призвание Надежды Титюлиной. Значит, мы с вами вот эту часть обязательно обрезаем, да, мы ее убираем. И мы должны тоненько нарезать наш помидорчик. Кулинарный кружок в школе, как и другие ее факультативы, пользуются огромным спросом. Кулинарии супербабушка учит на протяжении всей преподавательской карьеры. Сама способна накрыть банкеты и своими блюдами проложить путь к сердцу каждого гурмана. Самые главные дегустаторы Надежды Титюлиной – члены ее семьи. Дочь Ксения унаследовала многое и пошла по маминым стопам. Я всегда знала, что она у нас супер. Даже не просто бабушка, она и бабушка, и мама, и супердруг, и подруга, и творческая личность. Мы учимся друг у дружки. То есть в детстве чему-то она меня учила, а сейчас уже с возрастом мы с ней как бы объединились, так как мы вместе работаем. На нас всегда находилось время. Мама же – это пример. Не зря говорят, что жизнь – бумеранг. Педагог, мама и бабушка получают отдачу от всего, что делает. Твори добро – это полностью про Надежду Титюлину. Цель моей жизни – это счастье моих детей, моих внуков, моих учеников. Потому что когда получается результат моего творчества, я вижу, как счастливы мои дети, внуки и ученики. Это очень важно в жизни.